Новый пакет санкций ударит по экономике РФ сильнее, чем все ограничения до того, ведь он фактически урезает самый крупный источник экспортных доходов. Вот как это выглядит в числовых выражениях. Продажа энергоносителей составляет до 60% от общего экспорта РФ. Почти половина из них нефтяные поставки в Европу. Уже к началу 2023 года они полностью прекратятся. Исключение Венгрия, Болгария, Чехия и Словакия. Однако это лишь 8% от всей Европы. То есть эффект от эмбарго начнет проявляться уже в ближайшем будущем. Очевидно, что будут проблемы для компаний, которые четко понимают, что эмбарго против них будет введено. Для тех добывающих компаний, которые традиционно жили с европейского рынка, это очевидно повлияет на их среднесрочные, как минимум, а также на другие настроения и инвестиционные планы. Только прямой ущерб РФ от эмбарго, по различным прогнозам, составит от 22 до 60 миллиардов долларов в год. Причем обойти ограничения не выйдет. Под запрет попало страхование судов, перевозящих российскую нефть, что почти гарантирует отказ от сотрудничества с компаниями из РФ. Единственный потенциальный вариант – смешивать российскую нефть с любой другой так, чтобы первой было менее половины. Однако это дорого и трудозатратно. Кроме прямого эффекта, эмбарго приведет к деградации всей нефтедобывающей отрасли РФ. Теперь они вынуждены будут закрывать скважины. Проблема Российской Федерации в том, что скважины очень старые. Они были разработаны в 60-70-х годах. И если их сейчас закрывать, то восстановить их будет очень и очень трудно. То есть можно сказать, что в среднесрочной перспективе санкции не снимут. Но если и снимут, это не поможет Российской Федерации восстановить позиции, которые были до 24 февраля. Страны Европы также пострадают от введения эмбарго. Ведь до этого РФ была одним из главных поставщиков нефти. Этим объясняется и то, почему шестой пакет санкций согласовывали так долго. Тем не менее, в итоге в ЕС окончательно решили избавиться от зависимости от России. Эта война и это поведение РФ только объединили Европу в стремлении уйти от зависимости от российского топлива в кратчайшие сроки. Кроме того, не стоит забывать о проблеме климата. И сейчас у нас есть ещё и политический повод. Мы должны диверсифицировать виды топлива. Мы должны ускорить переход на чистую энергию. Чтобы уменьшить ущерб, Россия может попытаться нарастить поставки в страны Азии. Но у этого есть два ключевых ограничения. Отсутствие необходимой инфраструктуры и сотрудничество Китая и Индии с Ближним Востоком. Поэтому таким образом удастся перекрыть лишь малую часть потерянного экспорта, говорят эксперты. Данила Кобза специально для информационного марафона Freedom телеканала UA. Субтитры создавал DimaTorzok